Чайбинская область осталась без цветов. Зарубежные поставки прекратились из-за пандемии. Любимые южноуральцами хризантемы розы и тюльпаны теперь в дефиците. Как справляются с нехваткой растений флористы и можно ли спасти букетный бизнес, расскажет Иван Лыжний. Вот в этой зоне у нас были представлены букеты, всевозможные коллекции. Сейчас, как вы видите, к сожалению, у нас вот такая вот ситуация, потому что цветок к нам не пришел. Уже три недели черявинские флористы ждут обещанных поставок. Но цветы обычно везут из-за рубежа, а сейчас границы закрыты. Прилавки магазинов опустили. По словам цветовода с многолетним опытом Татьяны Азановой, заинтересовать покупателя с каждой неделей все труднее. Вот после семи там уже возможно что-то, по крайней мере, строение сказали будет. Пока магазин спасают только остатки на складах. В день поступает около 800 эквадорских роз и 200 гвоздик. И этого не хватает. В обычные дни это количество у нас где-то в порядке 7-8 раз больше. Цветочные ларьки в подземных переходах Челябинска в период пандемии и вовсе закрылись. Или стали работать удаленно, доставляют на дом остатки букетов. Уйти в режим онлайн пришлось флористам по всей области. Только из-за скромного ассортимента заказов едва хватает на покрытие убытков. Мы выходили даже за 4 гвоздики, чтобы продать 4 гвоздики людям. Мы живем как на пороховой бочке. Нечем платить за аренду. Нам нечем платить работникам. У нас вообще все получается грустно. Еще плюсом товар такой, который мы уже разговаривали, что скоро платят. Но шансы сохранить бизнес есть. В управлении Россельхознадзора по Челябинской области предлагают флористам самим выращивать цветы. Например, нарциссы и тюльпаны. Или вовсе найти альтернативу растениям. Что касается поздравлений с днем рождения. Можно пошутить и подарить любимый букет из конфет. А милому букет, сделанный из сухой рыбы или из фруктов. Зарубежные поставки цветов могут возобновиться в мае. Но только если пандемия коронавируса начнет спадать в цветочных странах. Таких как Италия и Нидерланды. Иван Лежнин, Леонид Клеменчук, Антон Чербинин. ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok